Добрый день! Мы сегодня поговорим о том, как ведется застройка города Владивостока, почему в скверах пытаются ставить либо торговые центры, либо многоэтажные дома, и чем вообще закончилась попытка горожан, последняя, я говорю о сквере на Бестужево, отстоять это место, сделать его по-прежнему сквером. Вот ради этого разговора я сегодня пригласил на эфир к нам в студию двух очень интересных людей, которых вот прежде мы называли бы, я бы назвал, неравнодушные горожане, граждане, неравнодушные граждане. Один из них Николай Смирнов, он прославился тем, что всю пресс-конференцию нашего президента держал над головой маленький плакатик «Город и горожанин». Горожанин, гражданин. Ой, я не могу выучить. Короче, что-то он там держал над головой. Это была лучшая реклама этой ситуации. Никто не знал, о чем идет речь. Николаю не дали слова, но вместе с тем он вернулся с победой. И Сергей Медвед, который обладает уникальным голосом тенором, который служил в морской пехоте, сегодня работает в театре... В театре каком? Тихоянского флота? На сегодняшний ансамбль песни и пляски Тихоянского флота. Да, а до этого даже начинал работать в театре оперы и балета. И вот эти двое людей участвовали, скажем так, в поддержке народного возмущения по поводу сквера на Бестужево. Но мне бы очень хотелось, чтобы мы просто разобрались. Вот простые русские вопросы. Кто был прав? Кто не был прав? Почему эта стройка началась? Почему она вроде бы закончилась? Мне хочется разобраться. Поэтому с вашей помощью давайте разбираться. Сергей, наверное, с вас... Да, да. Да, давайте. Да, Николай. Все началось с того, что 8-го числа, 8-го декабря, рано утром, в 4 часа, люди проснулись и видели, что у них начинают пилить деревья. То есть поставили забор неизвестной личности и начали пилить деревья. Люди, естественно, возмутились, спустились вниз, спрашивают, вы кто? А мы тут... Кто вы висопилы? Зачем вы пилите наши деревья? В сквере Бестужево, дом 40. Дайте мне говорят, у нас все законно, мы будем здесь строить супермаркет. Показали документы. Люди начали возмущаться, написали в СМИ. СМИ тут же опубликовали эту информацию. Ну, опубликовали, опубликовали. После этого люди обратились к нам, как Сергей Мельвит, он общественный помощник депутата Богданенко, а я как представитель инициативной группы «Гражданин и гражданин». А что это за группа такая? Я вот только вот из-за этого вашего плакатика не узнал. В двух словах. Что это за группа? Вы туда вместе входите, да? Да, мы вместе. Изначально эту группу организовал я. Это был 2015 год. Это была сначала у нас борьба с незаконными парковками-стоянками в городе Владивосток. А, я помню. Когда еще нашумевшая история была в 2015 году. Мы, еще мой друг был Ярослав Ширшиков. Тоже известный человек. Тоже известный человек, да. Сейчас он в Екатеринбурге живет. Мы с ними сели вдвоем за круглый стол и решили, как сказать, либо создать организацию, которая бы занималась вот этими процессами, и решили вот ее назвать «Гражданин и гражданин». Инициативная группа та, к которым люди входили туда, к которым неравнодушны были какие-то проблемы. Понятно, понятно. Инициативная группа «ГГ». Итак, вот этот «ГГ», Николай, ну и что вот? Вы получили обращение от людей, от жителей. Да, мы получили. Обратили внимание на ситуацию. Да, да. Мы приехали туда, на место. Посмотрели, там действительно стоит забор. Смотрим. Стоители там уже все деревья спилили. И люди сходят вокруг забора с такими потерянными глазами. И просто не знают, что им делать. Мы с ними познакомились, с местными жителями. Они нам объяснили ситуацию, что на самом деле тут был раньше сквер, что они как бы давно уже воюют за свою территорию. И что они пытались взять эту территорию себе в собственность, их дом. Но им не дали этого сделать. Дальше мы говорим, ну, ребята, то сейчас все зависит от вас. И предложили им организовать собрание. Собрание жильцов. В ближайшее время экстренно собрать собрание, организовать. Я секундочку. Я скажу нашим радиослушателям. Поскольку перед нами вот этот случай, как сейчас говорят, кейс удачный, то я бы вот на вашем месте, если рядом с вами есть сквер, просто бы запоминал, что сделали люди, которые живут на улице Бестужева, и почему у них получилось. Так, первым делом, если рядом с вами идет стройка, соберитесь все вместе, да, организуйте собрание. В этом собрании что важно? Коля Сергеевич, что делать? Ну, нужно, получается, оформить это собрание как документ, какой-то протокол. Ставить протокол. Протокол. Проблему какую-то, проблему, что мы не согласны, расписались, все, первое, это протокол. Мы живите от такого-то дома, с возмущением отмечаем, что рядом с нами что-то собираются строить. Не знаем, что нам и против. Да, на это собрание жалоб пригласить кого-нибудь либо администрации, либо депутатов, а либо и тех, и других. Узнать, кто депутат по этому району. Пригласить помощника, либо его самого, и кого-то из администрации. И еще важно выяснить, кто застройщик, и на основании каких-то документов, он собирается там что-то строить. Ну, обычно, если ставится забор, то уже вся эта информация о застройщике должна быть публично, вот на этом заборе представлена. На самом деле, когда устраивали на Бестужево, там у них не было изначальной информации. Информацию они вывесили позже, уже через несколько дней. Хотя, по закону, положено при начале строительки вывешивать всю информацию. Итак, 8 декабря в 4 часа утра жители дома были разбужены тем, что кто-то рубит деревья. И когда прошло собрание? 13 декабря было собрание. Быстро? Да, быстро. Ну, мы оперативно все это сделали, познакомились с активистами. Мы их сплотили, как сказать. Они развесили объявления. Мы оповестили практически все средства массовой информации. Как смс, как и оповестили. Потом 13 числа мы пошли в собрание. Было там более 150 человек. То есть такое объемное собрание. Практически были все СМИ. Вот после этого пошел какой-то большой... На этом собрании пришел депутат Пенясь. И он предложил сделать круглый стол. Круглый стол с депутатом Сулеевым. Так как он является основным... А вот на этом собрании выяснилось, что Дмитрий Сулеев, депутат тоже города Владивостока, думаю, он является одним из застройщиков. Выяснили мы это гораздо раньше. Вы об этом сказали людям. Люди сами уже знали об этом. Потому что у них ситуация, это уже не первый год длится. И поэтому люди уже сами заранее знали, что именно Сулеев собирается строить там магазин. Потому что год назад, год назад, 2015 год, они пытались что-то там. Но Сулеев сам лично сказал, это жители сказали, что он никакой стройки там не будет, пока не строит. И деревья рубить тоже не собирается. Ключевой вопрос, честно говоря. Ведь он же эту землю получил совершенно законным образом. А вот какая администрация? Вот угадайте, кто ему дал эту землю? Я думаю, краевая администрация, наверное. Ведь совершенно верно. Сейчас один из главных вопросов по застройке в городах, не только в Владивостоке, знает такой же пример Хабаровский. На самом деле, городской землей во многих областных краевых центрах нашей страны распоряжаются не городские власти, а областная либо краевая администрация. И вот в Владивостоке уже, наверное, более 8 лет какую-то функцию на себя взял земельный комитет именно края. Поэтому Дмитрий Сулеев получил совершенно нормальное официальное законное разрешение от краевой администрации. Так, ну и что было дальше? Дальше после... После собрания, да. После собрания, значит, собрали инициативную группу, и эта инициативная группа пришла на круглый стол в городскую думу, где был Исулеев, были депутаты, были чиновники городской администрации. На этом собрании многие возмещенные жители много говорили, там, в частности, Аня Киев, наш слушанный, аж те, кто много говорил. То есть городская дума приняла и стал этот вопрос рассматривать, да? Да, Исулеев там был. Да, это было не то, что городская... Да, там было много депутатов. В Кремле в здании города. В самом здании городской думы. Да, прошел круглый стол в администрации, где был депутат, где был представитель департамента земельных отношений. Ну, жалко, что не было правоохранительных органов, прокуратуры их, ну, к сожалению, не было. Мы разбираем вот этот случай со сквером, застройки сквера на Бестужево. Почему, по крайней мере, как сейчас думают горожане, этот случай стал успешным? Я надеюсь, что мы, может быть, даже сможем переговорить с самим застройщиком. Сейчас попробуем. Ну, вот пока, значит, было... Значит, вы пришли в Думу. В Думе произошел круглый стол. И был там сам... Да, там был сам Дмитрий Петрович, там было много депутатов, были представители городской и краевой власти, но, к сожалению, не было представителей наших правоохранителей органов. И там было предложено Дмитрию Петровичу, как бы, чтобы он отказался от... Данного земельного участка. От земельного участка. Было предложено... Кем это было предложено? Ну, жители. А жители говорят, откажись. Откажись, откажись, откажись. А он говорит, ребят, у меня документы. Да, но... Не откажусь. Но потом, после того, как, конечно, он... Ну, он-то полупался на то, что мы предложили отказаться от земельного участка. Улыбаешься тут. Да. Депутаты ему предложили другой вариант. Говорим, хорошо, вы не можете... Ну, хотя бы вы можете заморозить стройку на время, пока мы будем разбираться. А что там разбираться-то? Все ясно. Продолжайте сейчас. Ну, там, получается, вроде как были рассмотрены... Не то, что рассмотрены, а жители говорили, что... Не то, что говорили, а они думали или предполагали, что эти документы получены... Незаконным путем. Незаконным, да. Незаконным путем. И какие-то моменты они там даже подтверждали. Иоанн Кеев говорил об этом, что... Ну, в общем, жители догадывались какие-то неувязки, да? И все-таки говорили, что нужна еще дополнительная правоохранительных органов проверка, чтобы вот проверить досконательно все вот эти нюансы. Получение этих документов. Досконально. Досконально. Да, тем более, что городская администрация, представители городской администрации, они подтвердили тот факт, что хотя и было отражение на вырубку деревьев выдано, но, тем не менее, не было другого отражения на въезд строительной техники, на площадку. И, тем не менее, это было произведено. То есть он не имел право туда завозить свою технику и начинать стройку. Ну, ясно. То есть какие-то формальные стороны этого процесса было чуть-чуть нарушено, да? Да, было такое, что было чуть-чуть нарушено. Более того, как сказал Леникейев то же самое, что ранее там был сквер, и в дальнейшем это как бы сама городская администрация подтвердила, когда она уже отменила в конце декабря эту стройку. Я разговаривал с жителями, что основания для проверки каких-то, пусть маленьких фактов для пересмотрения вот этого дела, в принципе... Маленькие, 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 маленькие. Да, но, тем не менее, они были. Ну, у нас бывает и маленький какой-то зацепишься, но все равно найдешь... Но я уверен, что вот если вот шажок за шажком все бы это дело завязло в судах, в судах, в судах, одна сторона одна, другой третья. А тут все развивалось не так. Да. Тем более, что... А когда вы поехали в Москву? В каком числе он поехал? В каком числе он поехал? В каком числе он поехал в Москву? Я не помню. Это было, получается, как? Получается, Николай Смирнов написал письмо сначала Владимиру Владимировичу, указал большинство... Пишите Путину? Много-много-много проблем указал в этом письме. Вот, его отправил. И дальше, когда отправил письмо, естественно, с администрации президента пришло сообщение, что мы ваше письмо отправили по инстанции. Ну, как... Вниз. Вниз, да. В каждую администрацию, в городскую администрацию. Ну, так, конечно. Оно и логично. Но мы с Сергеем, как бы, с этой ситуацией не согласились, поэтому мы послали ему дополнительную телеграмму лично в руки президенту. С уведомлением на это письмо. Да. И там интересная фраза у нас была, конечно. И попросили лично Владимира Владимировича осмотреть это наше обращение. Да. И там указали там номер входящий и дату, и чтобы он и лично осмотрел. Пришлось, Сергею, как бы, сообщение, что лично Владимира Владимировича получено, как бы... Вашу телеграмму прочитал. Прочитал, да. Большое спасибо, буду разбираться. Да, может быть, это звучит как бы формально, да, то, что, может быть, это кто-то может не поверить, да, и слушатели. Но дело в том, что у нас знакомая моя женщина есть, которая живет в Москве. Она мне... Знакомая моя женщина? Не моя женщина, конечно. Знакомая женщина, которая нам сказала, как пошагово и как может дойти письмо Владимиру Владимировичу и в конце, когда сделает последний удар, чтобы дошла именно эта телеграмма. Так, дорогие друзья, я думаю, что у нас есть сейчас главный наш оппонент. Надевайте наушники. Дмитрий Петрович, вы слышите меня? Да, да. Да, у нас Судеев на связи, и будет совершенно правильно, чтобы именно сам Дмитрий Петрович рассказал об этой ситуации. Ну, Дмитрий Сергеевич, мы вас слушаем. Добрый день. На самом деле, ситуация эта достаточно старая. Она идет еще с начала нулевых годов. Значит, она известна. Вот. И там, на этой ситуации, над ней работали несколько общественников, проживающиеся, проживающие по тому адресу. Так. Конкретно. Валентина Никеев. Так, что она не новая. Так. Говорить о том, что общественность ее, так сказать, скрыла, будет несколько некорректно. Вот. И самонадеянно. Вот. Она известна давно, и общественники там достаточно много своих. Значит, что касается того, что я кому-то из жителей обещал, я там ни разу не был на этой площадке, и ни с кем из жителей, кроме Аня Кеева, который является, так сказать, лидером общественного мнения, там не общался. Ну, легенды, ничего, это бывает так. Ну, легенды бывают, что нам обещали и так далее. Значит, ситуация там такова, что общее количество озелененной междомовой территории, так называемой, которой жители говорят, что это сквер, составляет 42 сотки. Это информация со стороны Аня Кеева. Так. Кроме того, там порядка около 38 соток озелененной территории между домами. То есть, внутренние, где у них подъезды, там зелень. Так. Из этого количества озелененной территории было подстройку задействовано 14 соток. То есть, поэтому для меня стало несколько сложно было понять, что проблема так актуальна. Именно наличие озелененной территории не менее 40 соток. Понятно. То есть, вы считаете, что даже если бы стройка была завершена, у людей бы остался сквер? У людей бы остался. Более того, он был бы гораздо более современным, благоустроенным и красивым. Вот. Кроме того, на территории Агершельда существует несколько скверов. Ближайший из них сквер Юнг. Большой, красивый, благоустроенный. Площадью около одного гектара и более. Понятно. Вот. Поэтому для меня было не совсем понятно, почему такая ситуация была. Я не думал, что эта проблема является самой актуальной для жителей Агершельда. Более того, я читаю много прессы, там есть различные исследования, что волнует жителей там больше всего. Так вот, ни разу не было, что волнует наличие сквера не менее 40 соток на международной территории. То есть, их волнует отсутствие магазинов? Если я правильно понимаю, вы хотите магазин построить? Нет. Их объект розничной торговли. Потому что, на самом деле, из-за того, что стройки достаточно длительное время производятся, а экономическая ситуация и конъюнктуры будут поменяться, естественно, очень часто бывает, что пока вы делаете проект, он становится неактуальным. Ну да. И у вас там первоначально была заявка на одно, а потом поменяли на другое. Это бывает. Более того, там было сделано два проекта. Сначала был проект четырехэтажного здания, который тоже стоил немалых денег. Но по согласованию с администрациями и под, так сказать, давлением общественности в лице Аникея, он был понижен до полутораэтажного. Вот видите, вы же пошли навстречу людям, да. Но хотя по закону вроде бы и не должен был. Если, так сказать, землю эту городская администрация продала и брала за это плату, тогда все-таки инвестор, наверное, должен по своему разумению все это делать. Но тем не менее, если бизнес социально ответственный, он должен прислушиваться к мнению жителей, чтобы считать, что все должны быть... Всегда можно найти компромисс, чтобы все это устроило всех. Но вот я не думал, что именно 42 сотки и не меньше являются такой острой проблемой. Поэтому эта ситуация, так сказать, развивалась. И если жители дошли до губернатора... А не до президента дошли, до губернатора. Губернатор это еще так. Нет, ну написать письмо это не дойти. Нет, а он телеграмму послал. Смирнов же умный, ему научили телеграмму послать и получил ответ принципиальный. Ну ладно, это все жутко. Меня вот, я хочу уточнить. Вы сказали, что администрация землю продала, просто передо мной документ, что вы получили ее в аренду все-таки на 16 лет. Ну потому что право собственности на тот период не продавалось. Понятно. Ну в аренду, но она же на платной основе. Понятно. Аренда это покупка в рассрочку. Понятно. Я задам самый главный вопрос. Вы все-таки, пока эта земля находилась у вас в аренде, вы внесли большие платежи за нее, так ведь? И за землю, и за порубочный билет. У вас все документы были правильные. По закону вы были абсолютно правы и могли не обращать внимания на эту ситуацию. Но тем не менее, вот сейчас ситуация как сложилась? Правда ли, что вы отказались от этой застройки? Да, именно так, что на встрече с губернатором он действительно сказал, что жители к нему обратились и проблема актуальная. Потому что все-таки не по каждому вопросу, не по каждой проблеме жители обращаются к губернатору. Значит, получается действительно проблема для них важна. И поэтому к ней нужно прислушаться. Ну и, конечно, решающую роль сыграл здесь авторитет губернатора. Авторитет губернатора, который у нас, в общем-то, пользуется авторитетом в нашем крае. Поэтому решили, что стройки на том месте не будет. Ну и хотел сказать, что, возможно, ситуация разрешилась бы и раньше, и в большей пользе для всех сторон. Если бы не начали на этом пиариться различные общественно-политические деятели, ставящие перед собой целью, так сказать, свое политическое продвижение, но уже существующие и скрытые проблемы. Понятно. Своими уже имеющимися общественными. Ну что ж, это да, это да, это есть. Виталий Петрович, спасибо большое, что вы нашли возможность с нами переговорить. Это было чрезвычайно важно от вас напрямую все это услышать. Спасибо вам большое, всего доброго. Вот так общественники врезли в разговор и вот получили свою собратку, начали пиариться. Ладно, у меня, конечно, вопрос, я бы с удовольствием еще просто продолжил разговор с Суреевым, потому что здесь много интересного, но вот он сказал потрясающую вещь, губернатор попросил. Нет, сначала так, сначала жители попросили губернатора, а губернатор его попросил. Теперь вот что получается? Все двери перед нами открыты. Если любой житель обратится к губернатору, ребята, у нас огромный шанс. Он попросит любого. Сколько у нас проблем в городе Владивостоке, которые можно вот таким путем попытаться решить? Может, все-таки это первое открытие, может быть, в принципе, действительно сейчас жители будут слышать нас, и есть какие-то глобальные проблемы в Владивостоке. Но вы же к губернатору не обращались, да, или вы дошли к губернатору? Или вы пошли сразу наверх, Сергей? Мы писали обращение к губернатору, в прокуратуру, также от Константина Сергеевича Богданенко. Понятно, от депутата, да. Общую от жителей отправляли. Да, и сам депутат Богданенко тоже к нему обращался. Подождите, получается, ситуация вообще-то типичная. Вы обратились по всем адресам, как поступают все люди, когда они в отчаянии. И в прокуратуру, и президенту, и письмо, и телеграмму, и знакомые женщины в Москве, чтобы она научила, как подойти в администрацию края. Но только вот здесь у вас случилось чудо. Вот ей-богу, вот я считаю, что это чудо такое рождественское. Ну, все-таки Рождество. Рождество было, да. На самом деле, это много факторов. Позвали к президенту. Да, позвали к президенту. И так получилось удачно. А когда звали, сказали, что вы этот вопрос и зададите, да? Нет. Да, причем после телеграммы. После телеграммы же пришло... Сейчас, Сережа, пускай расскажет герой. Да. Герой молчал всю пресс-конференцию, пускай сейчас расскажет. Только табличку держал. Да. После телеграммы мне пришло приглашение на пресс-конференцию Владимира Владимировича Путину. Я, конечно, удивился, потому что я в журналистике буквально тут без года неделю. Без года. Есть гораздо более люди... Не важно, получили и получили. Да, получил. Дальше мы там каким-то образом собрали деньги, и с Сергеем Элитом полетели в Москву. Каким-то образом я не буду спрашивать. Тут, наверное, тоже много интересного, но ладно. Вы полетели в Москву. Вы заранее в администрации президента оговаривались, какой проблемой вы хотите выступить? Нет. Как там было? Никто ни о чем не спрашивал, о чем я буду говорить. Но когда я приехал туда на пресс-конференцию, перед тем, как нас туда запустили в зал, где была сама пресс-конференция Путина, было много телеканалов, которые брали интервью журналистов. То есть там было пятакой тысячи с лишним журналистов, и было очень много телеканалов. Ну да, предварительно. Центральные, региональные, да. И они все брали интервью. С чем вы приехали? Откуда вы? Что у вас? Да, у меня, перед тем, как в пресс-конференции взяли порядка десяти или даже больше интервью. Наверное, доложили им. Разный телеканал. Естественно, что ФСО, как бы оно... ФСО. Да, ФСО, свой хлеб... Федеральная служба охраны. Да, и поэтому... Отследила Смирнова и сказала, этому слово не давать. Не давать. Он уже так десятью канавов дал. Что мог. Ну, и тем более, что у меня была такая табличка. И вполне возможно, что эта табличка ассоциировалась с тем обращением, которое мы прислали ранее президенту. Он знал о нашей ситуации. То есть о том... Фантазера. Он знал о нашей ситуации. Ребята, давайте сейчас еще раз я всерьез спрошу. Вы же не одни летали от Приморского края, да? Сколько там с вами было коллег? Семь человек летал. Шесть человек летал. Я, честно говоря, вот откровенно говоря, не думаю, что ваш вопрос по застройке, не застройке сквера в Владивостоке принципиальный, самый главный для Приморского края. А ведь получилось, что в этом году никому вопрос другой, более серьезный, задать не дали. Ну да. Да? Вас это не удивляет? Никого, насколько я помню, первый раз такое было, чтобы никого из Владивостока не спросили. Даже и президент не упомянул целую конференцию в Владивосток. На самом деле, я думаю, что, конечно, Владивосток, если сейчас скажу капитку, зажался, это будет правда, потому что огромное число городов в нашей стране живут намного хуже, чем мы. И Владивосток за последние 10 лет получил такие вливания федеральные сюда, он так изменился на наших сами глазах, что президент имеет право хотя бы на один год сказать, ребята, ну, вам-то грех жаловаться. Вам столько построили, ну что вы, сквер, ну, сделаем вам сквер, только не задавайте вопрос. Ну и что было дальше? Не дали задать вопрос, но после этого, после пресс-конференции, когда я вышел уже, ну, поговорили с другими людьми, которые близки администрации президента, и они нам намекнули, что этот вопрос вполне можно решить и другим путем. Другим путем? Да, именно на уровне края. Да, на уровне края, то есть зону можно. Этот вопрос задавать на пресс-конференции не имел смысл, потому что, как бы... Вот и я думаю, что этот вопрос очень частный. Если бы каждый человек задавал, а вот около нашего дома... Ребята... Там же вопрос-то был не просто по скверу Бестужева, а именно... А как вы хотели ее поставить? Вопрос был, да, вопрос был именно о коррупции, о коррупции во власти. Причем... Коррупции во власти? Да. Причем... А у вас есть доказательства, что это коррупция во власти? Да, да. Вы считаете, что Сувеев коррупционирует нашего губернатора или наоборот? Нет, нет, нет. Именно Дмитрий Петрович отодрисован, именно по земле. Именно по земле был... Не понимаешь, что само собой... Да, не по самой частной ситуации, а по многим ситуациям, которые у нас в городе есть. Вот, например, та же проблема с домом Элеонорпли, где тоже была похожая ситуация. Сейчас ее тоже отстояли. Да, вот перед нами была Марина Барина в эфире, она могла бы много рассказать. То есть, как застройщик, получив разрешение на строительство одного, построил другое. Но мы хорошо помним, что у нас подземные стоянки растут вверх на 20 этажей. То есть, таких ситуаций, на самом деле, много в городе. И есть ситуации, которые занимаются, конечно, у нас власти. Они нас снимают и вице-губернаторов, и тех, кто даже повыше, и мэров даже. Но это не власти. Это проходительные органы. Но дело в том, что помимо такой коррупции высших эшелонных власти, есть еще низовая коррупция, которая не видна. Это она на уровне чиновника местной администрации какой-то на Марина. Она бывает на уровне участковых даже того же самого. Николай, вы сейчас предполагаете, она может быть, а может и нет. Что мы сейчас будем обижать всех этих людей? Я хочу просто еще раз вернуться к ключевому моменту. Вот со слов вашего оппонента, он сказал очень ключевые слова. Поскольку губернатора у нас в крае уважают, и губернатор ему сказал, Суреев, не строй. Он сказал, Миклушевский, не буду. Я просто, почему сейчас к этому вернулся, пришел вопрос по WhatsApp, барышня спрашивает, очень хочется спросить у Суреева, с чего он взял, что у нас в крае нынешний губернатор пользуется уважением. Ну, честно говоря, я думаю, что Суреев имеет право, так сказать. И я думаю, что губернатор все-таки занимает солидный пост. Если с тобой, говорит губернатор, глава региона, то есть мы надо прислушиваться, как минимум. Но я вот вас прошу, Сережа, как вы думаете, губернатор пользуется уважением? Намного больше, меньше? Как вы думаете, уровень поддержки его какой у нас? Я хочу сказать, что Владимир Владимирович Миклушевский, ну, с моей точки зрения, наверное, 50-50. 50-50. Да, когда мы смотрим 50 на 50, если смотрим какой-то рейтинг губернаторов, мэров, да, кто-то, то есть, половина края, наверное, скорее всего, поддерживают, половина как-то... Ну, вот на самом деле у нас в прошлый понедельник раз был эфир, и там приводились данные опросов. Вот по этим опросам около 40% поддерживают его, и это пока, к сожалению, для губернатора самый минимальный уровень доверия губернатору. Ну, на 50 на 50, я сказал 50 на 50, а здесь немножко 40-60, я его немножко преувеличил, может быть, да. Мы немножко угадали. Тот момент, когда у нас очередной митинг был 14 января. Слушайте, а сколько вы митингов вообще там провели? У нас два, да, собрание 13 декабря было, и митинг один был 14, который мы организовали. То есть вы удачу с жителями по просьбе жителей, ага. Но тем не менее, смотрите, ведь я просто приведу пример, я же тоже готовился к программе. У нас в городе Владивостоке как минимум еще два сквера. Это сквер Чеховский, а вот вы сейчас даже не скажете, где это у нас в Владивостоке. Сквер Чеховский, это около бывшей гостиницы Владивостока, там небольшой зеленый участок ступенями спускается. Он тоже возможен в застройке. Поменьше, по-моему, Бестужево. Но место изумительное, правда ли, да? Как раз с видом на море там очень хорошо. Потом так называемый сквер имени графа Игнатьева. Игнатьева, ну это... Что, знаете где он? Это одна история. Это на Кианской проспект. Совершенно верно. Так мы его и видео снимали. И там получается расстояние от дома до дороги, там буквально метров, наверное, 40-50. Там какие-то зеленые небольшие насаждения. И это место можно застроить. И я здесь, честно говоря, хочу вот просто, чтобы у наших людей, которые нас слушают, в голове немножко все сложилось, привести очень, мне кажется, важный момент. Дело в том, что если вы, дорогие наши радиослушатели, думаете, что сквер, парк, сад – это места для вас, на самом деле по закону, а точнее по градостроительному кодексу, все немножко не так, по градостроительному кодексу я процитирую, точнее регламенту, сады, скверы, парки и бульвары – это просто зарезервированные участки для строительства многоэтажных домов и даже дорог. То есть у города есть свободное пространство, и пока он там его не занял, посадим деревья, а придет застройщик, он что-нибудь сделает. То есть это вопрос, честно говоря, ключевой. Это вопрос ключевой, и он упирается именно вот в уровень законодательного решения. Почему я вот вас, Николай, спросил, с каким вопросом вы ездили к нашему президенту, вы говорите о коррупции. Ну, коррупция, коррупция. Мне кажется, вот принципиальнее было бы решить, если бы в законе было написано, что если на 1 января 2017-го города в любом городе Российской Федерации или в поселке сквер является сквером, то и до этого момента он не получил разрешение на застройку этого сквера, то с 1 января 2017-го года никто не имеет права на этом участке что-то строить. И он так и должен остаться зеленой зоной. Это просто мой вариант, может быть, я не прав. Да, и тем не менее, в процессе подготовки города к саммиту АТЭС, когда в 2011-м и 2012-м году было заявлено, в частности, вот и Дмитрием Петровичем тоже, когда он заявил, что ни одна территория, где имеется зеленое насаждение, больше всего 70%, что есть и в сквере Игнатьева, и что есть и в сквере Бестужева, невзирая от их принадлежности к какому-либо собственнику, не должны застараться. Но это он сказал, да? Да. Он сказал, но это же на самом деле в законе, он сказал, ну не должен. Это согласно решению Думы было. А мы смотрим в закон. Можно забыть, что ты сказал через год, через два. И юристы компании говорят, а мы все это отсудим, и по закону они будут правы. Это он сказал, как депутат городской думы. То есть это официальное лицо, которое представляет нас. Честно говоря, вот Дмитрий Петрович Савеев поступил чрезвычайно благородно. Я не знаю, может быть, мы не знаем каких-то мотивов, когда он говорит, что его попросили, и он уступил. То есть, может быть, там были не просто просьбы, может, какие-то, ну не знаю, компенсации, наоборот, разговор был награжающий. Я не знаю, не буду догадываться. Но тем не менее, то, что он уступил, он молодец. С другой стороны, как бизнесмен, он проиграл. Ребята, ну это неправильно. Вот об одном участке попросят губернатор? Безусмена уступит. А он проиграл, я считаю, что каждый... А другом губернатор не попросит. И что мы будем делать? Да, в том дело. Поэтому, вот видите, что нужно менять статильный кодекс, но я хочу сказать еще о другой проблеме, который имеется в городе. Да, конечно, Дмитрий Петрович потерял многое-многое. И его тоже можно понять, то, что он как бизнесмен был вправе на этот участок. Но, тем не менее, что надо посмотреть. У нас город маленький, у нас негде развиваться в городе. У нас только точными застройками и можно его застроить. А это неправильно. Поэтому сейчас нужно двигаться нам не вглубь города, не в плане уплотнения его всякими различными такими струйками, а в сторону выхода из полуострова, то есть на север. В сторону Артема. Вы абсолютно, наверное, правы. И даже вот сейчас я получаю смс-ки, видимо, или помощник Суреева, или он сам. Он пытается уточнить некоторые его свои комментарии, ответы. Я думаю, что вот сама по себе Дума города Владивостока должна взять и, наконец, определиться и договориться. И Суреев, депутат, и Юртаев, который вам в этой ситуации помогал, и вот сейчас звонил к нам в эфир, большое ему спасибо, тоже депутат. То есть можно в рамках градостроительного кодекса города Владивостока определить эти зоны? Наверное, можно. Я не знаю. То есть этот вопрос готов... И вы, Николай, абсолютно правы, потому что уже, наверное, лет 20, как идет разговор о том, что Владивостоку тесно на полуострове Муравьево-Амурского. У нас здесь, извините, горы. Мы, конечно, можем их застроить, но это тяжело. Давайте пойдем в сторону Надеждинского района, в сторону Тавричанки. И вот сейчас, благодаря этому низководному мосту, в самом деле, до поселка Новый можно пролететь, вот я с Седанки, за 20 минут. Это уже почти цедр. Вы правы. Но для этого нужен бизнес. Меня почему эта ситуация, так сказать, несколько тревожит. То есть я бы рад вместе с вами говорить, народ победил, как губернатор услышал, бизнесмен распугался. Значит, что это неправильная ситуация. Это неправильная ситуация. Это я почему и называл, сказал, что это чудо рождественского. Не было бы прямой линии с президентом, не было бы в этом году назначены выборы, в том числе в Думу города Владивостока. Я думаю, что вряд ли бы Миклашевский эту рутинную проблему застройки какого-то сквера, одного из десятков в городе Владивостоке поднял так высоко, что он... Поднял бы. Поднял бы. И все, а как мы боролись в прошлом году с нелегальными парковками? Не было ни выборов, ничего не было. Но мы вдвоем, когда этот вопрос решили, понимаешь... Побородили, не побородили. Мы дежурили ночью. Мы дежурили ночью, мы записывали какие-то факты, мы искали эти факты, а потом уже в правах предоставляли эти факты. Но все-таки... И по праву здесь. Поэтому... Когда сталкиваются интересы людей, которые живут на этой территории, в этом доме, на Бестужево, на Океанском, на этом... Ситуация не безразличная, их достаточно много людей. Поэтому я думаю, что... Но все равно, я стою перед своим мнением, что ситуация уникальна. Я думаю, что все-таки... Вот шел же еще разговор о том, что Единая Россия тоже пыталась в эту ситуацию вмешаться. Я не знаю, вот я не успел спросить. Ну там жители же писали вроде как, чтобы... Писали всем. Да, все писали то, что... Писали всем и все органы. Об исключении и такие-то моменты какие-то... А ну да, началась кампания отозвать из депутатов, исключить из партии. Ну... Дмитрий Петрович еще сказал, что действительно он в партии, он уважает партию, его слова были, то есть я... Ребята, еще все это репет, и как бы не решение опытный, это не первая его стройка в Владивостоке. И, видимо, когда начинается каждая стройка в нашем городе, все найдутся недовольны рядом. Правда ведь? Ну скажите, на самом деле, кто будет рядом с нами начал не копать котлован, тут же люди скажут, не надо этого, этого не надо, а может быть надо. Так вот, чтобы не было вот этих колебаний общественного мнения туда-сюда, ведь он вас обвинил, что вы на этом пиар себе делаете. Ну, имеет право, так сказать. И вы делаете себе пиар, это точно. Вот нам нужен... Твердое законное решение, что правильно, что неправильно. Если он прав, ребята, извините, смиритесь, ведь он уже рассказал эту историю, что построил сначала был проект на четыре этажа, но он же снизил до полутора, а потом взял отказался. Интересная история. Очень интересная история. Да, проблема еще, знаете, какая? Какая? Проблема еще в том, что у города нету своего плана развития, то есть нету генерального плана. Подождите, генеральный план каждый раз, я много раз про него слушал, он обсуждается, принимается. Станин раз принимался в 2008 году, и он уже, насколько я знаю, уже не актуален, и сейчас разрабатывается уже новый. Да, новый. Новый будет разрабатываться генеральный план. Мы недавно разговаривали с представителем проектной организации, который сказал, что будет, постарается учиться в этом новом генеральном плане развития города и пожелания общественности. Он вежливый человек, так и сказал, он и так и должен говорить вежливый человек, что он постарается учесть. Учесть невозможно. Он сам нас пригласил на встречу с собой и сказал, что это очень важно для них, чтобы общественность высказала свое мнение, потому что проектировщики не из нашего города, они плохо ориентируются в ситуации. Так нанимайте из нашего города. Я, конечно, говорю ерунду, потому что они, видимо, неудеют конкурс. Люди и другие попросили рассказать обстановку, как что происходит на придомовых территориях, какие что-то, такие небольшие моменты. И, в принципе, он это все записывал. Сейчас, я еще об одной важной вещи не сказал. Дело в том, что я уже упомянул принципиальную вещь, что землями города распоряжается краевая администрация. И я боюсь, что документы, которые есть в краевом департаменте и в городском, они, наверное, отличаются. И даже вот по этой ситуации со скверами и на Бестужево, и вот так называемый сквер Игнатьева, и этот сквер Чехова. Просто передо мной документы городские, где говорится, что по документам города это сквер. И он принадлежит городу. А по документам края, господи, эта территория уже частная, она там дана в аренду. И это, конечно, путаница. То есть здесь эти проблемы надо очень серьезно решать. Вы, несомненно, молодцы. Но вам, несомненно, повезло, ребят. Вы просто счастливчики. И я совершенно не уверен, что дальше ваше счастье будет продолжаться. Почему-то, думаю, я. Но хотя же ты. Но с другой стороны, может быть и так быть. Что вот сейчас там в планах? Куда вы пойдете? С кем будете биться? Сейчас мы, в принципе, А вот с Квером Игнатьевым мы упомянули его, это Океанский проспект, там целый ряд домов. Какая там ситуация? Там сейчас занимаются юристы тоже. Пять юристов. Да, юристы. Одни юристы против других юристов. Это выгодно обеим сторонам юристов. Да, с одной стороны выгодно, но с другой стороны мы прислушиваемся к жителям. Жители нас просят, мы им помогаем. По поводу сквера Бестужева сейчас будет 27 числа с активистами-жильцами. И с нами в том числе и с командой с командой депутат законодательного собрания Багданенко и Сергеевичем будет в собрании будут решать, что же будет на месте этого сквера на Бестужева 40. А что может на месте сквера быть? Либо жители хотят площадку... А теперь Багданенко будет строить там... Нет, 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 нет. Ни в коем случае не стройка, а именно либо парк, либо парк жители хотят, либо чтобы Дмитрий Петрович... Либо чтобы Дмитрий Петрович восстановил сквер. В каком плане это будет... Ну, это кажется... Слушайте, если продолжает слушать Дмитрий Петрович... Я передаю жителям слова. Я передаю жителям слова, что жители хотят. Поэтому будет собрание. То есть он платил, он оформил, он внес все платежи. Ему сорвали стройку, а теперь еще он должен восстановить все и сделать что-то новое. В общем, 27 числа... Если он это сделает, то будет решить... Тем не менее, я буду первой говорить о том, что надо поставить бюст на этом сквере неудавшемуся застройщику, но чрезвычайно благородному поступившему. то, конечно, добиваемся того, чтобы получить отмену аренды этого земельного участка. Через суд, конечно. Ага, вот это вот принципиальный момент. Через суд, конечно. То есть вы полагаете, что... Мы будем просить прокурора, чтобы он вышел в суд. Задержал в качестве защиты прав живущих здесь людей от жителей, то есть... И опротестовал выделение аренды, которое предоставила администрация края в средстве своего земельного комитета. Это хороший путь. Долгий, и мне интересно. Долгий, и вот этим сейчас мы и занимаемся. Также параллельно мы смотрим ситуацию на сквере Игнатьева. Да, и еще помимо скверов Бестужева Игнатьева, о которых все знают, есть еще несколько скверов, которые на данный момент выставлены на фарпосте, на продажу. То есть там ситуация аналогичная, там тоже застройка, засаженные территории деревьями, это вот на русской, на повороте с... Которая была продажа на фарпосте. Да. Земельные участки. Да, земельные участки на углу между Русской и Давыдова, и участок напротив. Они принадлежат. То есть там, я не знаю, кому-то... Если они кому-то кто-то их выставляют на продажу, они тому человеку и принадлежат? Там ситуация аналогичная, там тоже выставляются, там якобы имелось какое-то там недостроенное... Да, это обычная сказка про висичку. Висичка приносит сюда будочку и говорит, это мой недострой. Недострой 1%. Недострой есть, вформляется земля. Вформляется земля, получается разрешение на большую стройку. Да, да, да. Но на самом деле, насколько я там живу на вторжечке много лет, и поэтому совершенно точно могу сказать, что никакого там... недостроения никогда не было. А по документам есть? И кто прав? Документы ли вы? По документам есть. А он сгорел? И поэтому мы сейчас будем добиваться того, чтобы ситуация и там тоже не повторилась. Более того... Николай, подождите, все-таки я еще раз, я хочу, чтобы вы меня тоже услышали. Человек, который продает эту землю, вот я, допустим, сейчас просто снова взял бумажку, я вижу, что участок, вот Чеховский скверт около гостиницы Владивосток, он был предоставлен в 2003 году еще тогдашней администрации города Владивостока. Это, видимо, было еще, наверное, при Копылу. Да, все годы все участки раздавались. И поэтому администрация края сказала, так, без нас раздаете, теперь буду я раздавать. То есть у человека есть законные права. И я вам привел цитату из градостроительного кодекса, где скверы и прочие парки, это не скверы и парки, это будущие территории под застройку. Нам просто хочется. И ведь, когда говорил Сулеев, он искренне недоумевал. Он считал 40 соток этой зелени, вам нужно что? 45, чтобы было? Вам останется 30, но будет и красиво. Это только слова. Да ладно. Ну ладно, мы не знаем, слова не слова. А когда мне то скажут, что там площадка будет наверху магазина, это тоже будет он не будет. Может быть, может быть. У нас нет принципиального, законного решения этого вопроса. Мы можем негодовать, а я уже сказал, что мы негодуем по любому предлогу. Вам пиар, мне работа, Сулеева неприятности. Все довольны, кроме Сулеева. Честно говоря, вот единственный человек, который сильно пострадал. Зато у людей на Бестужево сохранился сквер, где они, наверное, собак выгуливают и не убирают за ними. Сейчас там... А там в порядке был сквер. Там была детская площадка. Нет, скажите, он был в порядке. В порядке. Есть фотографии же. Подождите, он был в порядке, там просто было в меру чисто, в меру грязно. Какие-то чахлые деревья. Или это был такой сквер, куда приятно прийти и сказать, мы гордимся им. там было приятно ходить, отдыхать и пенсионерам, и детям, играть, лежать свежим воздухом рядом с детской площадкой. Да, там, конечно, не было гранитных дорожек, там не было такого как бы оформления, как у нас, на торговое или споригаивание, но тем не менее, это сквер в полном смысле этого слова. Сквер, то есть деревья, зелень, кусты, только не оформленные документы, скамейки, рядышком детская площадка, то есть все, 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 как бы показатели того, что это именно сквер, а не какой-то там пустырь, как нам пытались предоставить. Это именно... Подождите, а вот у нас есть чудесные зеленые места, вот мы говорим маленькие скверы, на самом деле проблема намного ширше и глубже, как говорил один наши деятели. Парк Минного Городка, чудесное урочище лесное, сохранившееся еще с 19 века. Остатки парка, остатки склона леса около Покровской церкви, Покровского собора, тоже кусочек леса, да. У нас таких зон, даже по Светландской, по Пуштинской, их много, они-то тоже не в порядке. И вот вы бросаетесь, как нормальные, правильные инициаторы, неравнодушные, защищать какой-то клочок земли, и не видите, что Нагорный парк, заброшен, наверное, полностью, это вот на самой сопке. У нас голые макушки там и сям. Может вам, я могу только посоветовать, сделать шажок в сторону, как сказала Марина Барина, не бороться против, а бороться за. Давайте организуем какую-нибудь массовую засадку деревьев, голых сопок, Владивосток. Да, именно поэтому... Там много было бы, вот, конечно, и защищать права, но еще вот этот шаг сделать. Да, именно поэтому сейчас мы именно хотим двигаться в этом направлении, не против кого-то, а за. Молодцы. Услышал меня. Да, да, нет, а мы давно... Гибкий человек. Давно уже мы... Поэтому ФСО его пропустило. Давно вас не пропустило. А до кого у меня не было... А я не журналист, меня не могли бы пропустить. А вот прямо журналист. Да, именно поэтому мы идем в направлении, чтобы за, то есть не в том, чтобы там с кем-то воевать, там с изменами, тем более, тем более такими крупными, как Сулейев. Нет, мы хотим идти по другому пути. Мы хотим сейчас организовывать фонд защиты... Фонд развития... Фонд развития Владивостока, горожанин и гражданин. С ума сойти. Еще один фонд защиты или фонд развития... Фонд развития Владивостока, горожанин и гражданин, которого, нахожение, пока еще нет. Именно через этот фонд мы собираемся... Деньги собирать. Фонд это... Да, да, да. Собирают деньги. И у вас появится жалование настоящее. Нет. Наконец-то. Нет. И генеральный директор фонда, это исполнительный директор фонда. Дело не с жалованием. Дело в том, что сейчас, получается, наши бюджеты, что колебой, что городской, они же урезаны, и там у них элементарно нет денег на это. Потому что мы разговаривали с нашими чиновниками. Почему вы не устанавливаете? Понятно. Понятно. Все, Николай, да. Время. Время наше истекло. Значит, я вам чрезвычайно благодарен, что вы только что заварили. Я очень благодарен, что вы пришли и весело, хорошо это рассказали. Я думаю, что мы вместе должны поблагодарить господина Суреева, что он на этот раз дал себе труд поговорить с людьми через наше радио, за что им отдельное спасибо. Я остаюсь при своем мнении, что вам просто повезло. Но, тем не менее, я желаю вам всего доброго. И еще раз скажу, чтобы горожане понимали, о чем идет речь. Землей в городе распоряжается край. И даже вы сейчас, если в самом деле будете опротестовывать выделение этого участка под застройку кому-то, вы будете все-таки бодаться с департаментом земельных отношений и имущества края, а не город. Все, всего доброго. Смотрите нас, слушайте нас и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok